МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новинный регион. У студии Павел Савицкий. Витаю. Возглядитесь сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выключная мера покаранья и максимальные термины позбавления воли. Такие присуд вынесены фигурантам так званой справы чорных риэлторов Могилевским областным судом. По словам правоохоуников, обвинуваченные оценивали життё человека у цану квартиры. У середням это была сумма 25 тысяч долларов. Как стало вядомо, подчас судовых посержений обвинуваченные рыхтовали могилы, аж до того, как были подписаны документы о продаже квартир. Кажуть, у ладальника у майомости паили психотропами, а потом о стане непритомности отвозили на могилки. Обвиняемым был создан конвейер смерти, который существовал на протяжении нескольких лет с чёткой распределением функций и ролей каждого участника преступной группы. Я коротко скажу, что если по одним эпизодам было установлено, что обвиняемые занимались подготовкой, поиском очередных жертв, в это же время по другим эпизодам совершались уже циничные бесчеловечные действия. Подчас суда вина кожного отделника была доказана. Их признали виноватыми по некольких артикулах криминального кодексу. Спробу самоглубства продухилили у могилёвежих. А рабостного центра пограждал сколкнуть с моста Яшина, что на Пушкинском проспекте. До места здоровья подъехали правооховники, медики и выротовальники. А пошни разгорнули под мостом куб життян. Мужчина потребовал, как до него пришли журналисты. Им рассказал, что переживая стресс, мовлял, что за два с половой годы он проиграл у автоматы 27 тысяч динаминованных рублёв. Гэтым разом он натромал черговый заработок и думал адыграться. Однако знов усё проиграл. Теперь не бача выйстя с этого життёвого становища. Урешті, подчас гутерки, с этим мужчином его переканаля отмовится от такого надвычайного учинку. 230 справ о банкрутстве субъекта у господарания знаходятся у вытворчасти экономичного суда Могилёвской области, але с гэтага становишься усё ж ёсць шляхи выстя. Шарах предприємства у Могилёвской области проходят процедуру санации, и при этом працуют, и люди отрымливают заробок. На прикладу стады и ликвидации знаходяться школу-завод Ялизова. Разом с тым, вытворчастам працуя, продукция продаецца, и сё літа на нова открыли цех. Быховский консервово-городненосушильный завод запершая по угодзе повялічаў объёмы и отправляя амаль половы продукции ў замежа. Могилёвский завод «Строммашына» теперь мая выходный проект с Беларуськалием контракты с краинами Средней Азии. И хотя ситуации на гэтых предприємствах при ўсіх зрухах далепшага оцэньваюць, як давулі стрыманный аптэмізм, ўсё ж справа ідзі, а ў работнікал ёст праца. Про гэты рассказал ў интервью телерадиоэкомпании Могилёв старшыня экономічных осуда Могилёвской області Сяргій Кавалёв. В настоящее время в производстве экономічного суда Могилёвской області находяться порядка 230 дел о банкротстве в отношении субъектов хозяйственной нашей области. Из них с долей государства 46, в том числе санация проводится по семи предприятий. Что касается тенденций, то мы не склонны, поскольку анализируем регулярно этот вопрос, не склонны говорить всего лишь о том, что некая тут во главе угла экономическая составляющая. Далеко не всегда. Это могут быть и неправильные управленческие решения, или просто какие-то противоправные действия со стороны руководителей, главных бухгалтеров предприятия. Поэтому имеется определенная тенденция к увеличению, но на наш взгляд, это естественный процесс с развитием рыночной экономики. Интервью старшине экономичного суда Махилевской области Сергея Ковалева глядите в информационно-аналитичной программе «Днями». На вести парадок на земле одна справа другая умела его подтримливать. Удельники областного штаба по одобропорадкованию обмерковали выники этой работы на выездном посержении в городском районе. Под обязанностей у Татьяны Сергеевичек. Основная инфраструктура агрогородка Овсянка городского района побудована у 70-80-е годы минулого ста годзе. И, як подкреслили на выездном посержении, с рациональным подыходом до земли, дякуючи былому керавнику господарки, герою социалистичной працы Ивану Мельнику. Ця первая скоуцы старанно подтримливают парадок. Во Овсянке очень интересный есть опыт. Два года назад мы здесь проводили районные дожинки. Было ярко выражено желание населения участвовать, самим участвовать в наведении порядка и обустройстве, что оно приобрело такой системный характер и распространилось сегодня из одного конкретно взятого двора на дворовые территории, где есть сегодня многоэтажная застройка. До наведения парадку треба подыходить не только с пункта гляджения уборки сметя. У городском районе стараются асенсовано упрыхожить все вокруг. Так на место второй плитки на будинку детячего садка теперь малюнок от выкладчика у школы мастатства. А у школьным дворы з'явился корабель. Успели поставить его к последнему звонку. И праздник начинался с корабля. И весь сценарий последнего звонка, скажем так, был связан с кораблем. ГТ-композиции так само зарабили жильцы. Мы здесь родились, здесь наши детки, и поэтому все мы так активно пытаемся все это поддерживать. Люди у нас здесь живут понимающие. И в личной беседе, и разъяснительную работу, и своим личным примером. Но актив всегда есть. Вот актив идет за собой. Горки бодай один с показальных райцентру по добропорадкованию. И тут показали, как с минимальными затратами и умелой организацией населинства навести парадок на земли. Везде у нас такой идеальный порядок. Ну, может быть, с уверенностью скажу, что пока, наверное, реально говорит, что он такой вот везде. Ну, а скажу, что активность гораздо возросла. И сегодня, наверное, сказать, даже трудно, где район, где, ну, наверное, очень уже плохо или ничего не делается. Уже, наверное, таких районов у нас не осталось. Удельники посержения отзначили, у наедения парадку повинны быть затекавлены усе структуры. Тогда и выник будет видовочный. Татьяна Сергеичек, Виталь Аляксейнка, Новины региона. Первый водный экологичный тур запустили у Могилевской области. Аутры незвычайные для нашего региона туристичные пропановы экосистема туризма и улады Славгородского района. Миновита на этой территории будут проходить водные походы. Тур различный на два дня с нашлегом у палаточным лагеря. Стартует первый водный экологичный тур на Раце Проня от везки у Луки Славгородского района. Агульная протяглась маршрута 30 километров, большаясь з яких удельники группы пройдут по воде. Протым, специальные подрыхтовки от удельников не потребуются. Организаторы заповнивают, что сплавы максимально безопасные. На протягу тура его удельники смогут познайомиться с разными видами птушек, которые населяют пойму Раки Проня. Гиды так само проведут экскурсии по пойменных дубравах. Агульная мета такого экотура заховать природные ресурсы Могилевщины и притягнуть сюда туристов. Когда эти экологические туры станут популярными, организаторы плануют сделать их больше протяглыми и комбинировать с велосипедными. До речи, гидами на маршруті могут стать мясцовые жихары. Эстрадное шоу «Золотого аккордейона» в Чавусах. Лауреат Специального фонда Республики Беларуси и переможца высшейшей Лиги Мирового аккордейона Игорь Кривашевич в субботу. 22 лепеня завитает районный центр. Нагадаем, гэтый масштабный музычный проект, який стартовал у вірусні 2016 года, завершится сё лета у листопаде. Знакамитый аккордейонист Беларуси Игорь Кривашевич проводит предпрочинные майстер-классы для выхованцев музычных школ и астрадные концерты по всей Беларуси. 22 лепеня у 13.00 аккордейон загучить у Растянским доме-интернате для застарелых. А у 15.30 Игорь Кривашевич проведет майстер-класс для новученцев Чаусской дитяжной школы и мастерствов. На 18.00 запланованный галоконцерт на городском стадионе. Нагадаем, выникам Беларусь-тура станет цикл концертов у областных городах и финальный галоконцерт у Минску. Подчас их самые талиновитые юные музыканты из разных регионов Беларуси отримают смягчимость выступить на одной сцене с вядомыми артистами. Я еще больше интересных новин про Могилевщину Доброго вам настроя и до встречи у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова